Абдурахман ибн Ауф Да благословит тебя Аллах за то, что ты дал. Да благословит тебя Аллах за то, что ты оставил себе. Из призыва посланника Аллаха, алей-иссаляту ассалям. Он был одним из тех восьми первых, которые приняли исламскую веру. Он был одним из десяти, которым ещё при жизни был обещан рай. Он был также одним из шестерых членов Совета в день избрания халифа после Аль-Фарука. Он был среди тех, кто выносил фетвы в Медине в то время, когда посланник Аллаха, алей-иссаляту ассалям, находился среди мусульман. Он был среди молодёжи Медины, когда посланник Аллаха, саляллаху алей-иссалям, сплачивал там ряды мусульман. В доисламскую эпоху его имя было Абдуамр. Когда же он принял исламскую веру, благородный посланник Аллаха, алей-иссаляту ассалям, назвал его Абдур-Рахманом, рабом милостивого. Таков Абдур-Рахман ибн Ауф. Да будет Аллах доволенным. Абдур-Рахман ибн Ауф принял исламскую веру до того, как благородный посланник Аллаха, алей-иссаляту ассалям, вошёл в дом Аль-Аркама и двумя днями позже того, как ислам принял правдивейший Абу-Бакр. Подобно всем первым мусульманам, Абдур-Рахман претерпел такие же тяжкие испытания. Однако, как и они, он выстоял, был твёрдым и правдивым в вере. Как и многие другие мусульмане, спасая свою веру, он переселился в Эфиопию. Когда посланнику Аллаха, алей-иссаляту ассалям, и его сподвижникам было разрешено Аллахом переселиться в Медину, Абдур-Рахман был в авангарде тех, кто переселился во имя Аллаха и его посланника, алей-иссаляту ассалям. Когда посланник Аллаха, алей-иссаляту ассалям, начал братанья мухаджиров с ансарами, он побратал Абдур-Рахмана Саадом ибн Абираби Аль-Ансарий. Саад сказал своему брату Абдур-Рахману ибн Ауфу, «О, брат мой, я самый крупный собственник в Медине, и у меня есть два сада. Кроме того, я женат на двух женщинах. Выбери сам из этих двух садов один, который тебе приглянётся, и я уступлю его тебе, а также выбирай одну из моих жён, которая нравится тебе больше, чтобы я развёлся с ней, и ты смог бы взять её». Абдур-Рахман ответил своему брату Аль-Ансарий, «Да благословит Аллах тебя, твоих близких и твоё имущество. Но мне хотелось бы, чтобы ты показал мне, где здесь базар». Саад показал Абдур-Рахману базар, и он начал торговать там, покупать и продавать товар, извлекать доходы и копить средства. Очень скоро Абдур-Рахман собрал необходимые средства для махры, женился, а затем пришёл к посланнику Аллаха Али-Иссаляту Ассалям, распространяя вокруг себя ароматы благовоний. «Что с тобой?» – удивлённо воскликнул пророк Али-Иссаляту Ассалям. «Я женился», – ответил Абдур-Рахман. Посланник Аллаха Али-Иссаляту Ассалям спросил, «А какой махр ты выделил своей жене?» «Я дал ей один нават золота», – ответил Абдур-Рахман. «И обязательно устрою угощение, подав хотя бы одного барашка, и да благословит тебя Аллах в твоём имуществе», – сказал посланник Аллаха Али-Иссалям. После этих слов, – сказал Абдур-Рахман, – «жизнь сама устремилась ко мне навстречу. Мне даже показалось, стоит поднять любой камень, как я найду под ним золото или серебро». В битве при Бадре Абдур-Рахман ибн Ауф геройски сражался во имя Аллаха и в бою убил врага Аллаха, Умайра ибн Усмана ибн Кааба от Таймию. В битве при Уходе Абдур-Рахман проявил твёрдость, когда дрогнули войны, и сохранял стойкость, когда потерпевшие поражения начали отступать. Когда он вышел из боя, на его теле насчитывалось более 20 ран, некоторые из которых были настолько серьёзны и велики, что в них свободно входила рука. Наряду со всеми этими подвигами, джихад Абдур-Рахмана ибн Ауфа на поле боя не шёл ни в какое сравнение с его джихадом в пожертвовании своим имуществом. Однажды, намереваясь снарядить отряд для проведения военного похода, посланник Аллаху алейхи саляту ассалям обратился к своим сподвижникам со следующими словами. «Делайте ваше пожертвование, так как я намереваюсь отправить воинов в военный поход». Абдур-Рахман ибн Ауф помчался домой, затем быстро вернулся и сказал, «О, посланник Аллаха, у меня есть четыре тысячи, из которых две я вверяю моему владыке, а две оставил моим детям». Услышав это, посланник Аллаху алейхи саляту ассалям воскликнул, «Да благословит тебя Аллах за то, что ты дал, да благословит тебя Аллах за то, что ты оставил себе». Когда посланник Аллаху алейхи саляту ассалям принял решение совершить военный поход на Табук, а это был последний в его жизни поход, он испытывал большое нужду, как в средствах, так и в войнах. Византийская армия была очень многочисленной, а Медину именно в этот год поразила сильнейшая засуха. Войскам предстоял длительный и тяжелый поход. Продовольствия было мало, а нехватка верховых животных была такой острой, что когда к пророку саляту алейхи саляту ассалям пришла группа верующих с настоятельной просьбой взять их в поход, он был вынужден отказать им, поскольку им не хватало верховых животных. Со слезами на глазах и очень опечаленные, эти люди удалились, сетуя на невозможность сделать свой вклад в общее дело. Этих людей назвали плачущими, а силы, участвующие в походе, армии тяжелого положения. В такой ситуации, посланник Аллаху алейхи саляту ассалям повелел своим сподвижникам делать пожертвования во имя Аллаха, указав, что это доброе дело будет зачтено Аллахом. Все мусульмане как один бросились исполнять призыв пророка алейхи саляту ассалям. Среди первых жертвующих был Абдурахман ибн Ауф, который сделал свой вклад в размере 200 унций золота. По этому поводу, Умар ибн аль-Хаттаб сказал посланнику Аллаха алейхи саляту ассалям, то, что делает Абдурахман, является грехом, он же совсем ничего не оставил своим родным и близким. Посланник Аллаха саляту алейхи саляту ассалям спросил, оставил ли ты у Абдурахман что-нибудь своим близким? Он ответил, да, я оставил им нечто большее и лучшее из того, что я потратил. Это сколько же? Спросил посланник Аллаха саляту алейхи саляту ассалям. Это все обещанное Аллахом и посланникам его пропитание, добро и награду, ответил Абдурахман. Мусульманская армия выступила в поход на Табук. В этом походе Аллах удостоил Абдурахмана ибн Ауфа такой чести, какой не был удостоен ни один из мусульман. Однажды пришло время намаза, а посланника Аллаха алейхи саляту ассалям не было. Тогда Абдурахман ибн Ауф собрал мусульман и, заняв место имама, начал сам руководить общим намазом. Едва закончился первый ракат, как к молящимся присоединился посланник Аллаха алейхи саляту ассалям. Следуя за действиями Абдурахмана ибн Ауфа, он встал в ряды молящихся и отмолился за его спиной. Разве может быть что-нибудь более почетнее и достойнее, чем быть имамом управителя всех людей и имама пророков Мухаммада ибн Абдуллы саллаллаху алейхи салям. Когда посланник Аллаха саллаллаху алейхи салям умер, то Абдурахман ибн Ауф стал защитником интересов матерей правоверных жен пророка саллаллаху алейхи салям и их опекуном. Он ходатайствовал об их нуждах, сопровождал их в поездках и паломничестве, покрывая их полонки зелеными балдахинами и показывая им различные интересующие их достопримечательности. Такой честью и доверием со стороны матерей правоверных, Абдурахман ибн Ауф мог по праву гордиться. Благотворительность Абдурахмана ибн Ауфа в отношении мусульман и матерей правоверных достигла такой степени, что он продал принадлежавшую ему землю за 40 тысяч динаров и полностью разделил эти деньги между людьми племени Зукра, а также бедными мусульманами и махаджирами. Деньги получили также все жены пророка, алейиссалату ассалям. И когда мать правоверных Айше получила причитающуюся ей долю, то воскликнула, кто же послал эти деньги. Когда же ей ответили, что это сделал Абдурахман ибн Ауф, то Айша сказала, а ведь посланник Аллаха алейиссалату ассалям говорил, никто не проявит к вам жалости после меня, кроме стойких. Призыв посланника Аллаха саллаллаху алейиссалям к Всевышнему не спаслать благословения Абдурахману ибн Ауфу и держать его под своей сенью сопутствовал ему в течение всей жизни. Абдурахман стал самым зажиточным из подвижников посланника Аллаха алейиссалату ассалям. Его торговля росла и приумножалась, а караваны, принадлежавшие Абдурахману, непрерывно уходили из Медины и пребывали в нее, доставляя ее жителям пшеницу, муку, масло, одежду, посуду, благовоние, а также все необходимое. Из Медины караваны Абдурахмана вывозили излишки лучшей продукции, производимой там. Однажды в Медину прибыл очередной караван Абдурахмана ибн Ауфа, в котором было 700 вьючных животных. Да, именно так. Там было 700 вьючных животных, которые привезли продовольствие, а также другие товары, необходимые людям. Верблюдов было так много, что когда караван вступил на территорию Медины, то земля в городе задрожала под их копытами. Айша воскликнула, что означают эти сотрясения и шум, и сказали, это караван Абдурахмана ибн Ауфа, в котором 700 верблюдов привезли пшеницу, муку и другое продовольствие. Айша, да будет доволен ее, Аллах воскликнула, да будет благословение Аллаха в том, чем он наградил его в этом мире, и да будет награда его более великой в ином мире. Я слышала, как посланник Аллаха, алей-иссаляту ассалям, говорил, «Наградой Абдурахману ибн Ауфу будет то, что он попадет в рай». Еще до того, как верблюды каравана опустились на землю, гонец передал Абдурахману ибн Ауфу слова матери правоверных, содержащие радостную весть о том, что он попадет в рай. Едва это счастливое известие достигло его ушей, как он окреленный помчался к Айше и сразу же спросил ее, «О, мать правоверных, неужели ты слышала это от самого посланника Аллаха, алей-иссаляту ассалям?» «Да», — ответила она. Абдурахмана обуяла радость, и он воскликнул, «О, если бы я мог, то вошел бы в рай и стоя. Я торжественно свидетельствую о мать правоверных, что весь этот караван со всем грузом, вьюками и поклажей я жертвую во имя Аллаха». После этого прекрасного и сияющего дня, когда Абдурахману ибн Ауфу пришла добрая весть о том, что ему суждено попасть в рай, усилилось и возросло его стремление расходовать средства во имя Аллаха и делать пожертвования. Абдурахман начал направо и налево, негласно и открыто, делать большие пожертвования. Вначале он пожертвовал 40 тысяч дирхемов серебром, а затем 40 тысяч динаров золотом. Его следующий взнос составил 200 унций золота. Кроме того, Абдурахман предоставил 500 коней для отряда муджахидов, а затем еще 1500 верховых животных для другого отряда. Находясь при смерти, Абдурахман ибн Ауф отпустил на свободу большое число своих рабов. Наряду с этим он завещал каждому из оставшихся в живых участников битвы при Бадре 400 динаров золотом, и каждый из этих 100 бойцов получил эту сумму. Большая сумма была также завещана каждой из матерей правоверных. Мать правоверных Аиша часто вспоминала Абдурахмана с мольбой, да напоит его Аллах из Сальсабиля. И после всего этого то, что он оставил своим прямым наследникам, составляло несметное богатство. Его наследство включало тысячу верблюдов, сто коней и три тысячи овец. Каждая из четырех жен Абдурахмана получила причитающуюся ей долю наследства в размере 80 тысяч. Оставшегося после него золота и серебра было так много, что делившие его между собой наследники устали рубить слитки топорами. Все это богатство пришло к Абдурахману благодаря тому, что посланник Аллаха Али-Иссаляту Ассалям возвал ко Всевышнему, испрашивая благословения Всевышнего для имущества Абдурахмана. Однако эти богатства не испортили и не изменили Абдурахман ибн Ауфа. Когда люди видели его среди своих рабов, то по своему внешнему виду он ничем не выделялся среди них. Как-то в один из дней Абдурахману принесли пищу, когда он постился. Он посмотрел на этого человека, а затем вымолвил. «Погиб Мусаб ибн Умайр, который был лучше меня, а мы в поисках савана среди его имущества не нашли ничего, кроме куска ткани, который закрывал голову, но открывал ноги, или же закрывал ноги, но открывал голову. А нам Аллах дал все эти жизненные блага. Истинно боюсь я, что наша награда дана нам уже сейчас». Затем он начал рыдать, расстроившись до такой степени, что почувствовал отвращение к пище. «Вечное блаженство Абдурахману ибн Ауфу и тысячи великих радостей! Радостную весть о рае ему принес неправдивейший Мухаммад ибн Абдуллах саллаллаху алейху ассалям. Погребальные носилки с телом Абдурахмана к его последнему прибежищу нес дядя-посланника Аллаха алейху ассаляту ассалям Саад ибн Абу Аккас. Намаз за ним совершил Зуннураин, Усман ибн Афан, а в последний путь провожал правитель правоверных Али ибн Абуталиб, который сказал, «Ты достиг и познал чистоту этой жизни, избежав любой лжи, да не спошлет Аллах тебе свою милость». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok